В России в ночь на 1 августа произошел сбой в работе видеохостинга YouTube. Есть проблемы с доступом к сайту и воспроизведением видео. Это следует из данных сервисов, сообщает Deutsche Welle. Больше всего обращений зафиксировано от жителей Москвы и области, уточняет Даун-детектор. Кроме того, жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Новосибирской области. В то же время сервис Даун-Радар пишет о жалобах из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Твери, Уфы, Челябинска и других региональных центров РФ. Из статьи издания Deutsche Welle. В Россию упорно продвигают местные аналоги YouTube. Это и ВК-видео, и Рутюб, и сервис-платформа, где сразу же заработала цензура. Кстати, платформа также перестала работать после снижения скорости YouTube, сообщает телеграм-канал ЧТД. Власти России уже давно начинают внедрять эту систему. Они ее тестировали в этом году. Уже, в общем-то, насколько я понимаю, позволяет им перекрыть, наверное, YouTube отдельно. Опять-таки, говорится о том, что будет закрываться YouTube, что нет в России свободных средств массовой информации, что в России рано или поздно перекроют и государственную границу. Кроме блокировки сервисов, блогеров, аудитория которых в соцсетях превышает 10 тысяч человек, обяжут предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор. Госдума приняла законопроект о деанонимизации пользователей соцсетей. Более того, по запросу ФСБ или того же Роскомнадзора, инфлюенсеры с аудиторией в 500 тысяч человек в сутки будут обязаны передавать данные о своих подписчиках. Состав информации определит Кабинет министров России. На не первый год внедряет, соответственно, технологии Китая для того, чтобы это убрать и полностью пытаться контролировать весь внутренний поток. Власть пытается полностью контролировать не только новости, но и вообще вопрос о том, о чем думают россияне в своих головах. В общем объеме российского трафика YouTube занимает порядка от 25 до 40%. Репрессивные эксперименты с интернет-сервисом могут отразиться на работоспособности всего интернета, считают эксперты, и отмечают, обойти цензуру можно через VPN. Все равно качество при этом будет снижаться. Главное, что блокировка YouTube может привести к параличу всей сети. Мы такое наблюдали в Пакистане, где постоянно что-то блокируют, включая YouTube, и при этом многие другие сервисы тоже обваливаются вплоть до полного отключения интернета. Михаил Климарев, общественный деятель и исполнительный директор Общества защиты интернета в интервью изданию «Голос Америки». Эксперты прогнозируют, процент пользователей, умеющих пользоваться VPN в России, вырастет до такого уровня, что блокировки в интернете станут бессмысленными. Если все же YouTube окончательно заблокируют в России, то телеканал Freedom в Федерации можно будет смотреть через VPN. Трансляция прямого эфира также осуществляется на сайте телеканала.